Совсем недавно на страничках в соцсетях я прочитала такую новость, что за непропуск машины скорой помощи увеличат штраф. Слышала? Правильно сделают. Но я думаю, что тема довольно злободневная, потому что мы знаем, что скорая не всегда, к сожалению, успевает. Но у нас в гостях гость по теме Галина Буглак, заместитель директора Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи. Хорошо известно, что помощь мы всегда ждем. Конечно. Ждем как маны небесные иногда. Да, и хотелось бы, чтобы эта помощь приходила вовремя и успевала. Нам как раз сейчас про это расскажут. Как же везде поспеть? Доброе утро. Доброе утро. Как началось ваше утро нового дня? Доброе, Лена? Утро доброе всегда. Это правильный очень гидренический ответ. Скажите, пожалуйста, вот особенно синхропольцы волнуются. Сейчас же у нас часть улиц, особенно центральных улиц, перекрыли, к сожалению. Ну, во благо, как говорится. Как-то изменилась, скажем, логистика скорой помощи? Конечно. Если кратчайшее направление, а мы двигаемся всегда по кратчайшему направлению, да, составляет, например, 5 километров, то иногда в объезд приходится сделать 25 километров, что, соответственно, в условиях создающихся пробок возникающих, неминуемо возникающих пробок, приводит к тому, что помощь ожидается дольше, чем могла бы наступить. Да, и несмотря на введенные недавно изменения в действующее законодательство, которые отражают наказание за препятствия движения нашего специализированного транспорта по дорогам города, как-то почему-то этот закон пока мало действует. Наверное, необходимо принимать меры со стороны. Скажите, а есть какие-то временные рамки? За сколько, за какой промежуток должна приехать скорая помощь? Согласно государственным нормативам, время ожидания скорой медицинской помощи, скорой, подчеркиваю, медицинской помощи при экстренных формах обращений должно составить 20 минут. Наши люди, к сожалению, не всегда понимают, чем отличается экстренная от неотложной формы. А вот чем отличается, расскажите, пожалуйста. Да, это очень важный момент, потому что вроде как звучит грозно, так неотложный вызов, да, но на самом деле он менее грозный, чем экстренный. Экстренный – это группа заболеваний или каких-то ситуаций, связанных с несчастными случаями, которые, не приехав вовремя на которые, неминуемо наступит смерть. То есть вот если у бабушки давление подскочило, это что? Давление не является экстренным вызовом, это может быть неотложным вызовом, и нередко так бывает, что принимаются просто таблетки, и давление снижается само по себе. Скорая помощь уже приезжает к шапошному разбору и констатирует факт, что, ну, снимает кардиограмму, подтверждает, что никаких грозных осложнений, осложнений не возникло, и уезжает. Собственно говоря, ну, неэффективная работа бригады при неотложных вызовах. Какие случаи можно называть экстренными? Экстренными это дорожно-транспортные происшествия, это если у человека вдруг внезапно возникла боль в груди, если у человека внезапно отказали какие-то части тела, перекосило лицо, нарушилась речь, это удушье, роды относятся к экстренной группе вызовов, да, то есть приоритеты всегда у нас идут. Дети в приоритете и беременные женщины, это наше все. Сам по себе вызов, который говорит о том, что человек умирает, да, люди не могут иногда там констатировать смерть, это не входит, собственно говоря, в их функционал, да, и не верим мы этому процессу все равно. Да, поэтому им надо трудно принять решение, случилось это или не случилось, и должен сделать это медик в конечном итоге, да. Но иногда они действительно не могут никак иначе определить этот вызов, как умирают, но действительно потеря сознания, расстройство дыхательной функции, отсутствие давления, и все это вместе и в комплексе, это повод для экстренного вызова. И вызова наши, наши диспетчера, это очень тяжелый труд, вы знаете, мы говорили об этом неоднократно, все вызова находятся в постоянной сортировке, то есть оперативное состояние мозга диспетчера, оно таково, что он должен понимать, где находятся все его бригады, он должен, ну, он это видит на это отражено, на мониторе у него на рабочем месте, вот, и он должен постоянно, принимая новый вызов, понимать, чем он отличается от такого же экстренного, находящегося в том же списке. Оператор один, да, человек? Нет, операторов может быть один, два, три, десять, ну, в зависимости от района республики, их много достаточно, но информация скапливаемая, вся у него имеющаяся в базе, он должен ей грамотно распорядиться, потому что может же одновременно поступить и два экстренных вызова, и перед ним стоит важная задача выбора и принятия решения. Самое главное в нашей работе это принимать решения в кратчайший срок, то есть он должен понимать, что вот этот экстренный, экстреннее, чем тот, который рядом с ним лежит и который даже раньше поступил, и поэтому бригада будет отдана под решение задач более сложного случая. Скажите, а сколько в среднем, если есть такая статистика, в день вызовов у скорой помощи по Симферополю, например? Ну, вы знаете, это вообще вот нашим телезрителям вообще ни о чем не скажет, давайте вот оттолкнемся от другой цифры, да, мониторить каждый день цифру, это дело бессмысленно, мы мониторим нагрузку на бригаду, то есть вот такое, это количество вызовов, которые обслуживает бригада скорой медицинской помощи в сутки, в сутках 24 часа. Средний вызов составляет от 40 до 80 минут в зависимости от наполненности своей, да, но вот наши бригады сейчас в пиковые летние вот эти месяцы обслуживают до 25-30 вызовов в сутки, это тяжелый, титанический труд и огромная психологическая нагрузка, они еле доходят до дома после своих рабочих дежур. К сожалению, время беседы наше истекло, я прошу вас обратиться к крымчанам небольшим обращением и пожелать здоровья. Да, ну здоровья, ну вообще на самом деле будьте просто внимательны, в окружающей среде осторожны, берегите себя, не будьте равнодушными и, ну, снижая им градус, как бы, напряженности социальной, ну, на позитиве. А мы благодарим за полезную информацию и напоминаем, что сегодня в студии была Галина Буглак, заместитель директора Центра медицины катастрофы скорой медицинской помощи.